11.06 в Кирове 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 И люди, которые не срывали процесс, они на меня тоже вышли и пообщались. Это было там недалеко, так называемого моста любви. И то место, где сейчас, знаете, металлическое такое сердце вывешивается. Мост через Розехинский овраг. Да, но его уже сейчас на родину называют мост любви, потому что туда приезжает место паломничества молодых парк. Замочки вешать. Да, замочки вешать. И вот как раз почему появилось сердце, потому что стала проблема. Сначала замочки вешали на мосту. Мост крепкий сам, но по себе вот эти количества может перевернуть. Металлические бы перила могли сломаться. И там, тем более, уже там были и изломы в некоторых местах и так далее. Просто это опасно для тех, кто внизу идет, и машины, и все остальное. И когда появилась такая идея, я, в принципе, на нее откликнулся. Почему? Ну, должно быть место. Сейчас вот раньше к Вечному огню ездили. Сейчас почему-то молодожены редко ездят к Вечному огню. Ездят вот сюда с своей обязанностью. И не секрет, что вот то сердце, которое повесили для того, чтобы вот это была альтернатива, не на мосту вешать, а здесь. Но не секрет, что там два или три месяца, один раз, два, три месяца эти замочки срезают. Ну, правильно, потому что иначе мост обвалится, да. И, как мы это понимаем, все равно, наверное, это, ну, в некое такое язычество, да. Ну, вот я тоже хотела спросить, лица Андрея, как вообще православная церковь к этому относится, к этим замочкам-то? Ну, спокойно, потому что если они вешают просто как некий такой символ, то нерелигиозный объект, тогда, в принципе, это возможно, чтобы как-то скрепить, так как они знают каких-то других традиций. Вот дополнить Владимира можно, что после этого они обычно ходят к памятнику Петру и Февронии, возлагают цветы. И такая у них тоже есть традиция, они тярут зайчика, который там находится на обратной стороне памятника. О, слушайте. Совершенно верно, да. Давно мы замуж не выходили, да? Мишанина какая. Даже не знаем, что изменилось в этом мире. Вот поэтому, как бы, почему, может быть, сейчас это стало актуально вновь? Потому что при прошлом руководстве во времена Шульгина, то есть была одна позиция, теперь, как бы, позиция-то поменялась. И мы надеемся, что как раз вот присутствующие здесь депутаты, которые вновь выходят с инициативой, которая тоже нам очень близка, чтобы исполнить первоначальный план. То есть вот то место, о котором мы говорим, это уже было второе место, предложенное нашим сети-менеджером. А изначально речь была именно о храме Фёдоровском, который находится тоже на набережной. И вот в набережной там есть ниша свободная, которая позволяла бы как раз именно разместить памятник, и он бы возвышался над Вяткой рядышком с Фёдоровским храмом. И это было бы исторически оправдано, потому что, собственно говоря, Фёдоровский храм, он посвящался именно роду Романовых, он был построен именно как храм, посвященный 30-летию Дома Романовых. И как раз в рамках празднования по России 400-летию Дома Романовых возникла вот эта идея, чтобы и нам на Вятской земле отметить таким образом память царской семьи. Дело всё в том, что царская семья, она нам не чужая, лично Николай II. Дело всё в том, что есть по крайней мере 6 или 7 аргументов, почему царская семья нам близка на Вятской земле. Наверное, самый главный аргумент, с которого бы я начал, это 75 лет победы. Дело всё в том, что, как мы знаем, не только Жуков, который бывал на Вятской земле дважды, многие другие прославленные вятские военачальники, но и Николай II, он внёс свою лепту в дело победы. Дело всё в том, что, например, мы стоим на Транссибе, и Транссибирская магистраль была построена именно при непосредственном участии Николая II. Это отразилось в нашем городе в том, что после того, как был открыт здесь вокзал железнодорожный, и его князь Хилков, который открывал его, приезжал по поручению царя, так это вдохновило город, что они именно установили там памятную табличку, и они назвали улицу в честь Николая II, которая Ленина теперь вознялась в Изнесенске, а называлась она Николаевская. И это всё повлило в том, что именно Транссиб, который был построен Николай II, и через наш город проходил транспорт, это позволило спасти Москву. Вот эти 9 тысяч километров, которые были построены, до революции в 1904 году началось строительство, это позволило как бы не только помочь людям, которые сюда приезжали в эвакуацию из Ленинграда, из других мест, это позволило сюда эвакуировать заводы, которые опять же построены были Николаем II. То есть, также мы знаем, что Николай II как раз, он построил те линкоры, когда была трагедия в русско-японской войне, и после этого были построены военные линкоры, которые защищали Петроград. И именно они смогли первоначально отстоять то, что город не взяли немцы. И много-много других примеров, например, Мурманск, Мурманская железная дорога, которая называлась, кстати говоря, Кировской дорогой когда-то. И вот это всё как бы вместе говорит о том, что если мы установим более достойное место для памятника Николая II, то это будет в том числе и дань тому труду, который был внесён нашими дедами и прадедами, и всей, может быть, дореволюционной России в Великую Отечественную войну. То есть не только наши отцы, не только наши деды, но и прадеды участвовали, когда закладывали мощь нашей такой Российской империи и Российского государства. Ну и, конечно, второй момент, который был бы очень интересен, это мы понимаем, о чём говорил как раз Владимир, что царская семья есть пример семьи. Даже в советских учебниках, в советской историографии всегда писали, что да, у нас есть вопросы к правлению Николая II, но как семьянин он был замечательный. То есть они все отмечали его великую любовь в семье, именно что он был примером. В то время общество развалилось, уже тогда появлялись разные извращенцы, появлялось понимание разной семьи. Но то, что сейчас мы пытаемся вместе, наша инициатива, вот двуглавый орла поддерживает и президент, и это будет внесено по правке, что семья – это союз мужчин и женщин. Традиционное понимание семьи, и как раз в том числе как бы установка такого памятника семье, это как раз ещё является таким пунктом закрепления традиционных ценностей в нашем обществе, понимания, что семья есть папа, мама, а не родитель один или родитель два, или что не выбирать пятьдесят полов. Именно чётко мужчина и женщина, как это было. К сожалению, в Большом отец Андрея очень много неполных семей в России. Да, но это как раз тому, чтобы изначально построить более такие основания. Ну и, конечно, третий самый главный аргумент – это то, что для нас является святым. Мы знаем, что есть такой для некоторых популярный сайт «Пора валить». А, да, «Поросёнок Пётр на тракторе», да, да. Да, что вот сейчас в России какие-то сложности, есть какие-то, может быть, сложности разного плана. И людям предлагают, что давайте отсюда уедем куда-нибудь странно, теплее. Сначала может быть Крым, а потом может быть дальше. И вот как раз установка этой памятника, мы говорим, что он до конца, хотя мы предлагали уехать, чтобы можно было в этом отношении остаться здесь. И поэтому мы хотим этим показать, что мы здесь в Ядске и будем жить, хотим жить здесь. И хотим, чтобы, несмотря на какие-то трудности и сложности с дорогами, с чем-то, то мы видим в этом пример, чтобы оставаться и трудиться здесь по мере наших возможностей. Хорошо, мы сейчас давайте сделаем вот что. Во-первых, я, наверное, звукорежиссёра попрошу работать без перерыва, раз у нас есть звонки, да, чтобы уже не отвлекаться. Во-вторых, у нас есть звонок от слушателя. Добрый день. Альга, добрый день. Да, представьтесь, пожалуйста, и говорите. Я готовлю сейчас так, сладко вещей от Николая Второго. Хотел бы сказать, что знают ли что-нибудь о Налинских расстрелях? Ой, слушайте. О расстреле в Петербурге. Ага, поняла. Так, простите, пожалуйста. О Распутине. Да, Николаевне. О войне, которую он проиграл, безуспешно командовал в Первой мировой. Что ж вы его во Вторую Великую Отечественную подтягиваете? Он в Первом мировой дело натворил. Сейчас начнётся... Нет, очень всё просто. Я думаю, что в рамках эфира мы не будем обсуждать эти вопросы, давно разобраны. Мы вас пригласим на... У нас будет специально дискуссионный клуб «Двуглавый Орел», и мы вас туда пригласим, и вам там всё подробно объясним, почему мы так считаем, и о чём вы говорите. Это мифы, это мифы и фейки, которые... Вы меня разубедите в том, что этого не было, или... Приходите к нам на клуб, мы там всё вам спокойно объясним. Да, я прошу прощения, Николай, у нас очень ограничено время эфира, и давайте мы сейчас... Нет, можно я Николаю отвечу, у меня, в принципе, есть ответ, я думаю, что... Ну, в том русле, который хотел бы он получить. Хорошо, ладно, давайте ответим, Николай. Смотрите, во-первых, мы не проявились до конца, да, вот что такое царская семья? Я вот специально, ещё тогда, в 1,5 года начал читать интернет, слава богу, сейчас есть информационная. Почему сохранилась в Великобритании королевская семья, да, она не принимает прямого участия в управлении, но её сохранили, хотя это была вторая буржуазная революция в мире, да, после Нидерландской, да? Нет, подождите, в тот момент, когда была революция в Британии, хотелось сказать, в Англии, да, там как раз не то чтобы сильно сохранили... Нет, я это понимаю, но... Там голову рубили. Я согласен, но ведь они потом сохранили это. Есть монархический дом в Дании, в Швеции, да, и с чем это связано, почему? Ведь шведы не дураки, и я начал интересоваться, и в интернете у них их высказывание, в чём смысл? Вот как раз то, что говорит отец Андрей, царская семья, они живут, они за всей наблюдают, там есть целая пресса и так далее, это как матрица общества, там тоже есть разные, там, ну, измены, разводы, там, да, знаете как, да? Но люди, смотря на это, они как бы примеряют это дело, это как, знаете, вот у пчёл есть матка, да? Ну, понятно, в общем, есть пример. Вот примерно принцип тот же, и здесь какая-то закономерность существует. И поэтому, и вот отец, кстати, Андрей очень внимательно сказал, что мы не говорим, он согласен, что есть, наверное, о грехе управления государством. Он высказался по этому поводу, но в данном случае царская семья, как пример того, что, во-первых, он семьян отличный, отец прекрасный, да, муж любящий. Я чувствую, сейчас вот оппоненты ваши звонят. Я это понимаю, но самое главное, это нормальный процесс, и вот я ещё вот в этом-то стремлении, знаете, когда сейчас маленькую сделаю, то, чем мы с вами говорили, мы хотели ещё, кроме царской семьи, установить памятник Александру Первому в Александровском парке. Первому всё-таки, а не третьему. Вы знаете, Александровский парк наш разбит в честь Александра Первого и победы там над Наполеоном. Вот его построили так, и поставить там памятник Александру Первому в рамках вот этого, не только Николай, но и Александру, нашему руководителю. Мало того... Слушайте, не многовато ли царей на один квадратный километр, извините, пожалуйста, Владимир Вениаминович. Погодите, если есть инвесторы, почему бы нет? Но здесь, наверное, надо говорить немножко в другом ключе, что... А нет, а можно я вот договорю как раз тематику? И третий памятник Александру Невскому, где был Александр... В филармонии. Да, Александр Невский собор, это тоже один из руководителей нашего государства. Мало того, я, например, готов участвовать и дискутировать. Сегодня у нас коммунисты предлагают поставить памятник Сталину, ведь тоже не вопросы. А теперь давайте вот всех возьмем в кучу. А какое отношение сейчас у многих к Путину, Владимиру Владимировичу? И давайте мы смотреть на руководителей государства, ну, немножечко другим взглядом, чем на обычного человека. Понимаете, да? Само управление это сложный процесс. Я прошу прощения, вот слушайте, если мы сейчас так будем далеко углубляться в эти вот... Нет, я просто сделал ракурс, чтобы к руководителям государства относиться не так просто. И про каждое можно сказать, что он или кровавый там, или репрессии. Конечно, мы когда устанавливали памятник царской семье, мы много же эту тему разбирали в наших эфирах. И действительно, совершенно верно, тогда, по-моему, вот отец Александр Балыбердин сказал о том, что памятник-то ставится не как герою, там, условно говоря, Николаю Здорову. Конечно, как символ этого времени. А как человек, который, ну, вот, во-первых, мученик, да, и принял такую смерть. Во-вторых, как действительно, к примеру, ну, некой там, вот, такой семейной верности и преданности. Есть у нас звонок, я так понимаю. Анна, добрый день. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна. Я хотела бы сказать, царская семья – это наша история. Мы от нее никуда не денемся. Конечно. Почему же у нас тогда очень много названо улиц Ленина, Дериндяева, Горбачева? Почему мы не можем поставить памятник царской семье как история? Почему мы не можем переименовать улицы? Потому что есть люди, которые не хотят, чтобы их переименовали. Эти эфиры, вот, кстати говоря, по переименованиям, они всегда у нас очень горячие. Да, почему у нас коммунистического больше, чем другой истории? Как раз, вот, собственно говоря, глава Орел, как раз его, именно в этом его задача заключается, исторического прозвещения. То есть не замалчивать никакой период, какие были минусы в этот период. Они были и в царской России, они были и в советское время. Но нам нужно как-то объединяться в нашу новую Россию, находить то, что было положительного во все эти времена. И поэтому... Да, то есть почему нет? Почему нет царской семьи? Да, конечно, да. Поэтому нам нужно искать пути, разделенный русский народ, примерять между собой. Насколько возможно выходить от позиций белых и красных и делиться, и приходить к одному, к русской миссии 2050, как оно там заявлено, чтобы находить, чтобы у нас появились памятники и традиции, которые бы, может быть, не всех, но как-то нам пытались находить, что могут быть и одни памятники, одни улицы, но могут и должны быть памятники и царской семье, и другим людям, которые нашу глядскую землю прославляли или участвовали в ней там, да? Да, Анна, спасибо большое. Хороший вопрос со мной, да. Я прошу прощения всё-таки, но вот мне, во-первых, отец Андрей привёл хороший аргумент, которого я в прошлый раз, кстати говоря, не слышала. Это по поводу того, что Фёдоровская церковь связана с родом Романовых, да? И в таком случае хотя бы немножко, понятно, становится логика людей, которые предлагали поставить памятник именно на набережной, именно там. Потому что до этого момента большинству кировчан не было понятно, зачем это именно там втыкать, вот как они говорили, да? Да. Вот. Возможно, имеет смысл как-то приблизить её именно к храму, вот эту скульптуру. Ну, так и значительно. Потому что никто же не был против установки в итоге скульптуры на территории Серафимовской церкви. Ну да, потому что изначально именно там и планировалось, потому что Фёдоровский храм – это одно из центральных мест, где больше всего людей венчается. Поэтому как раз они и хотели здесь, у Фёдоровской иконы, покровительницы семьи и царской семьи, которая была здесь когда-то, тоже был предел и с ним связан. И могли они здесь как бы выйти и около памятника начать свою семью, чтобы подражать им, чтобы преодолевать любые невзгоды там и радости вместе. Ну, конечно, так должно быть лучше в этом отношении. Поэтому надеемся, что к юбилею города, когда будет реконструкция набережной, как мы знаем, там, Urban Forum, другие площадки обсуждают, что нужно как бы в этом отношении реконструировать набережную, какие-то другие идеи. И мы говорим, давайте мы подумаем о том, что может прославить. Мы не говорим, что только замыкаться на царской семье – это первый шаг, который как бы сделан, просто нужно довершить его до конца. А мы говорим о том, что нужно поставить памятники скульптурой другим известным, деятелям культуры, искусства, науки, которые в Фёдоровской земле прославляли. Вот сейчас мы к этому и перейдём, отец Андрей. Поэтому здесь очень важный момент заключается в том, что когда есть некие люди, которые заинтересованы в этом, мы как раз говорим, что нужно поддержать. У нас очень часто говорят, давайте развивать государственное частное партнёрство, когда есть какие-то общественные инициативы, будем их поддерживать, развивать в этом отношении. Наверное, нет такой идеи до конца, которую бы поддерживали все. А есть возможность эту общественную инициативу всё-таки направить в какое-то, может быть, иное русло? Ну, то есть не на царей, как вот я сказала, да, то есть Александр Первый в Александровском саду, тут же Николай Второй с семьёй. Может быть, имеет смысл как-то, ну, не знаю, там разные памятники разным людям из разных эпох, из разных сфер? Анна, тут мы как раз их хотим. Как-то вы можете их переключить? Вот этой передачей, почему мы согласились и пошли? Эти людей, которые готовы помочь нашему городу. Я знаю, что коммунисты ходят с идеей установления памятника. Памятник Сталину мы не рассматриваем. Это как бы, ну, однозначно тоже очень спорный вопрос. Я это понимаю, но они ходят с этой идеей, поэтому кто-то, возможно, там памятник, ну, вот в Оснецовске у нас есть памятник. Да, нет, на самом деле у нас в эфире озвучилось очень много тогда слушателями предложений. Тут сегодня время свободное, иницируйте, процесс предлагайте. Когда всё это обсуждалось. Нет, у меня просто вопрос. А вот те люди, которые ставили памятник царской семье, и тогда уже столкнулись с противодействием, в том числе аргументом было как раз то, что Николай Второй не очень много отношений к нашей, как бы, земле имеет. И назывались, подождите, назывались несколько, там, объектов, да, приложения усилий. Ну, например, памятник, там, вятской лошадке, да, памятник вятским купцам, многие из которых, кстати говоря, пострадали, и много, много кто вложился в наш город. Ещё там назывались какие-то, там, ну, либо прям исторические фигуры, либо, может быть, вот одно там какое-то сословие или ещё что-то. Эти люди, которые вот, про которых конкретно мы говорим, они готовы как-то переключить сферу своих интересов или нет? Вот смотрите, частная инициатива, чем, если людям близки вот эти символы нашей, условно говоря, истории, нашей государственности. Ведь Николай, это не только, это как бы, он как символ того времени. И у него эти очень много вещей. Вот вспомните, экономическое развитие, мы до сих пор, помните, в советское время все сравнили по 14-му году. А 14-й год, это как раз расцвет правления Николая Второго. И он так-то экономику поднял, очень много было заложено там. Там есть как положительные моменты, так и отрицательные моменты. Мы не разбираем сейчас фигуру. Нет, 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 мы с тобой фигуру Николая Второго не разбираем. Слушайте, ну вот давайте... То есть есть исторические фигуры, они великие, они, ну, как бы... Анна, пожалуйста, вот мы сегодня представляем тех людей, которые хотят поставить этим историческим, готовые вложить деньги. То есть они хотят именно этим персоналом. Конечно, кому-то нравятся другие, которые готовы вкладывать деньги. Пожалуйста, давайте рассматривать. Мы вот как пример коммунистов привели. То есть давайте рассматривать. И если это не город... И вот я тогда, кстати, проводил опрос у себя в округе здесь, да, с людьми. 95% их интересовало вопрос. Они были не против царской семьи. Первый был вопрос, вам что, деньги девать некуда? И когда узнавали, что это частные инвестиции... Частные инвестиции, это будет поставлено на территории церкви, и она будет за ними ухаживать, и они говорят, хорошо. Еще один очень важный момент, о котором мы здесь не говорили. Наш центр туризма областной, он участвовал в конкурсе проектов. И они победили в конкурсе, и наш город включили в новый проект, который реализуется на всей федерации, называется «Императорский маршрут». А, я помню, да, говорили об этом. А я в том числе, как бы вот эта деятельность, почему именно сейчас это актуально, именно про этих личностей мы говорим сейчас, потому что этот проект запускается. Именно он начинает реализовываться на территории нашего города, там, нашей области, и поэтому как раз они интересны в рамках вот этого проекта сделать. Когда его реализуют, я думаю, что они люди очень активные, им очень хочется заниматься просвещением, и они готовы обсуждать дальше какие-то вот идеи за этим шагом. Поэтому они говорят, что у нас уже сейчас, собственно говоря, памятник царской семье есть, давайте дадим ему достойное место, мы увидим, что город нам идет на встречу, потому что, если говорить честно, тогда, как бы, собственно говоря, на депутатской комиссии было решение за, вынесено было решение на то, чтобы все утвердить уже в городе, но непонятная причина вдруг в последний момент... Но это не Шульгин принимал решение единолично, там была огромная волна народного возмущения, что называется. Нет, все-таки решение было за Шульгином, на самом деле депутаты не были против. Слушайте, если бы, вот честно, если бы Шульгин принял решение его поставить, Шульгина бы вынесли из Кирова раньше года на полтора, извините, вот мне так кажется. А я не соглашусь. Нет, не так, потому что, на самом деле, сослались на то, что пикет в городе, это было три человека в трех местах, то есть тех, кто, собственно говоря, сделал, как бы, они из личный просто шум в этом отношении. Я прошу прощения, вы можете мне не верить, но вот я просто как человек, который принимал огромное количество звонков от недовольных, да, тем, что собираются этот памятник поставить на набережной, и тогда не было вот этого объяснения и связки с храмом, да. Было огромное количество людей, которые звонили и говорили, ни деньги девать некуда, что вы придумали, пусть ставят там, где, как бы, вот, их территория. Все-таки, отец Андрей, давайте мы конкретизируем, при храме, при Федоровском, вот территория какая-то при нем непосредственно, его территория есть, или в любом случае, вот, и Владимир тоже Вениаминович может мне сказать, установка там потребуется согласование все равно, и каких-то общественных слушаний там или еще чего-то. Я думаю, что, скорее всего, у самого храма там есть очень небольшая территория, вот, и гораздо, мне кажется, возьми, при храме построить, то есть чуть-чуть расширив территорию, это возможно, как бы, сделать, чтобы совместить, как бы, найти... Верно муниципальникам. Да. То есть это муниципальное все-таки будет? Конечно, да, небольшой пяточок. Да. То есть это все равно будет через Думу? Конечно. Установка любого памятника, если на территории муниципальной, это через решение. Да, потому что, как бы, изначально, может быть, тогда, как вы сказали правильно, может, не до конца был проработан вопрос, остановимся тогда на этой версии, да, как бы, сейчас, как бы, у нас появилось больше аргументов, появилось больше поводов и больше возможностей объяснить людям, да, конечно, теперь будут люди, которые не знают, у которых есть своя позиция, никто же не запрещает, как бы, им иметь свою позицию, почитать другие памятники, никто же не говорит, что этот памятник будет делан в противовес, там, Сталину или Нилину. Мы говорим, что у нас одна единая история. Давайте не будем ее делить, будем, для тех, кто чтит советский период и советскую историю, мы уважаем ваши традиции, мы просим, чтобы в том числе уважали, как бы, нашу историю, которая была связана и с императорской Россией, потому что это одна единая история. Тогда мы сможем, вот, если мы пойдем на компромисс, как бы, в таком ключе, мы можем идти дальше, чтобы пытаться строить, как бы, некое наше новое государство, в котором есть и те, и те символы, мы понимаем, и никуда их не нужно убирать, не нужно менять, там, одно на другое, просто нужно прийти, как вот, вовремя, к опыту Европы, к опыту других стран, то, чтобы это было вместе. Сохранять все памятники. Конечно. Мы сейчас делаем периодную рекламу, когда минут вернемся. Продолжаем наш эфир. В гостях у нас Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, отец Андрей Лебедев. Мы сегодня отца Андрея представляем как куратора и историка мемориальной деятельности Вятского отделения Общества исторического просвещения «Двуглавый Орел», координатора культурно-просветительского движения «Вятская переправа» и члена Российского военно-исторического общества. И говорим, мы сегодня, вернулись мы к этой теме, памятник царской семье, который сейчас установлен на территории Серафимовской церкви. Люди, которые в свое время помогли изготовить эту скульптуру, все-таки хотели бы вернуться к обсуждению вопроса о перемещении его в более посещаемое общественное пространство. В ходе нашей вот еще дискуссии за, собственно говоря, кадром нашей, как раз возник еще один момент, который очень важный. У этого памятника нет постоянного доступа к нему, потому что это закрытая церковная территория, в котором есть свое какое-то расписание. И поэтому некоторые люди нам говорили, пишут и нам тоже, в епархию напрямую к нам обращаются, что нам было бы удобнее, чтобы он был в общественном доступе. Мы не говорим о центральном каком-то месте, но именно речь идет, чтобы он был в общественном доступе, в общественном пространстве, чтобы люди, которые приезжают в наш город и посещают днем, вечером или даже, может быть, ночью, они имели к нему доступ, к этому памятнику. Им очень важно, чтобы это было именно общественным достоянием для них, как бы, важным и для них, как бы, понимаем. Плюс те паломники, те, которые люди будут в рамках императорского маршрута приезжать самостоятельно, им было бы важно, чтобы видеть, как бы, что, собственно, иметь возможность быть около этого памятника и возможность к нему подойти в любое время. А центр туризма, он каким-то образом анализировал вот этот возможный поток паломников? Или пока еще нет никаких вообще ни данных, ни подсчетов? Это в первом приближении. Смотрите, вот почему я тоже ратую на территории Федоровской церкви размещение этого. Во-первых, сюда, это самое красивое у нас место, высокое, да, то есть люди сюда приходят, и вот многие, я знаю, рассказываю, это мой округ, да, я сам там бегаю на зарядочке, прогуливаюсь просто. Оно какое-то, знаете, вдохновляет. Вот бывает настроение очень хорошее, ты проходишь, это река, это вид, и вот дополнительно какие-то... Терма, извините. Ну, я согласен. А тут еще и царская семья не всех вдохновит. Ну, смотрите, это можно разговаривать про это много, но это все равно какой-то такой духовный символ. Царская семья – это некий духовный символ, и, может быть, даже, знаете, он стоит на пути крестного хода. Могли бы, возможно, сюда и заходить, паломники, когда-нибудь крестный ход, это тоже очень важно. Подождите, они по Казанской, по-моему. Ну, как-то рядом же. Ну, как бы, да, здесь еще есть возможность, как бы мы разговаривали в изначальном проекте, это же и будет некая возможность благоустройства этой площадки, потому что сейчас эта территория, она достаточно в таком печальном состоянии. Там заброшены деревья, там заброшена спортивная площадка. То есть это все надо сохранить, спортивные объекты. Но это даст возможность с помощью привлечения этих людей облагородить это место. Это могло бы стать еще одной визитной карточкой нашего города. А все-таки, да, отец Андрей. И это площадь, то есть это же некая площадь эконома, где мы могли бы собираться, проводить какие-то мероприятия, проводить какие-то, скажем, может быть, общественные дела. Например, когда вот будет, там, говорят, к 9, опять же, мая, возвращаясь, полет, собственно говоря. Витязь. Видите, одно из самых мест, где было больше всего людей, это была площадка перед Федоровским храмом. Еще один момент, который, аргумент важный, именно Федоровский храм, он был точкой сбора всех наших военнослужащих, которые ходили на войну. Это был сборный пункт призывной. И с его площадок... Так, подождите, мы про какую сейчас войну говорим? В Великой Отечественной. В Великой Отечественной, да. Конечно. С его площадок люди уходили в бой. То есть каким-то образом получается, что и храм, и присутствие царской семьи, она благословляла на защиту Родины, да, как бы в этом отношении. Поэтому вот, собственно говоря, там находится еще там рядышком другой, как бы, памятник, да, там, жертвам политических репрессий. И вкупе с царской семьей, как бы, да, в каком-то формате... Ну, я согласна, что они в некотором смысле друг друга дополняют. То есть мы говорили бы не о том, что это только были страдания, только была печаль, и это очень, как бы, тяжелая страница нашей истории, но это показывает возможность, что мы можем пройти чуть дальше этого, да, что заканчиваться не Голгофой, да, как бы, а заканчиваться воскресением и заканчиваться тем, что, как бы, некой исторической справедливостью, да, как бы, к тому моменту, который был. Мы не говорим, как бы, почему произошло, как это было, но нам важно, как бы, оценить, что это было и сделать все к тому, чтобы подобные, как бы, трагичные страницы нашей истории не повторялись в том числе. Так, все-таки давайте, вот, ближе, как бы, от высокого немножечко там приземлимся, да, давайте все-таки вот опишем то место. Вы говорили, что там вот углубление такое, я не очень понимаю, мы сейчас начали говорить про какую-то спортивную площадку там заброшенную, это все-таки где? — Справа. — У СИЗО. Кстати, вот, Николай, очень хорошо сразу. — А, я поняла, то есть ближе, ближе, как раз к мостику, да, получается? — Про СИЗО сказал, вот, мое мнение, как депутата, и мы, ну, это должен вопрос... — СИЗО надо вынести оттуда и сделать там культурно-просветительский центр. — Его надо вообще сносить, это здание. — Не надо его сносить, оно историческое. — Погодите, слушайте, но все равно это такая энергетика, знаете, вот, я бы снес все-таки его, и на этом месте разбил бы сквер большой, не дома, не какие-то здания, а сделали бы, например, ну, хороший парк, парковая зона она бы дополнила. — Возможно, там, может, какой-то еще храм построили, то есть вот тут, вот, то есть вот это было бы историческое место, но я бы все-таки СИЗО мне... — Сейчас, подождите, Владимир Вениаминович, сейчас поднимется народная волна. — Ну, моя цель, чтобы... — Все-таки, возвращаясь к местной столовке... — Сейчас скажем так, как раздавите памятник истории, если его, к сожалению, невозможно, к вашему сожалению, отмемут, а пусть он там останется. — Все-таки, давайте мы... — Вот, Ань, я попробую все-таки немножко в другую сторону, мы сейчас вот говорим о том, что есть люди, которые желают сделать то-то, то-то, то-то. — Да, есть город, который должен планировать свое развитие, в том числе размещение памятников. И если все памятники будут посвящены к глубокому прошлому, даже, извините, в советское время, памятники ставили покорителям космоса, пионерам, там, этим, которые там... — Ну, героям, да, то есть символам. — Нет, героям это назад. — А именно ставились устремленные в будущее. У нас все памятники устремлены в какую-то древность. У нас что, будущего нет? — А нет. — Давайте оптимизма добавим. Давайте вот этот план городской, который должен быть ведь, да, Владимир? — Конечно. — Потому что, если так вот все... — Давайте, Алисе Селезневой памятник поставим. — Вот давайте, я здесь поставлю, он здесь. У нас получится, опять-таки, бардак. Понимаете? — Должно это каким-то образом в общей конве развития города происходить, да? И возникать память, и даже не там, где вот тот человек сидел в Москве, почесал себе там какое-то место и сказал, вот я хочу сюда поставить такое-то памятник. Есть город, есть городская власть, которая должна это планировать. — Слушайте, а можно немножко так вот... Вот вы очень правильную вещь сказали, а почему там животных там принять давать? Вот я не то, чтобы похвалиться, да, там, просто инициативой я попробовал в свое время это сделать, у меня получилось. Вот у Ленина 18, это рядом с Лениной 20, угол Розоксинбурга, бегемотики, это мой заказ в свое время. Мало того, знаете, это... — А что они с собой символизируют, напомните, пожалуйста. — В полный вид, это полный размер, это карликовые бегемоты, которые вид бегемотов, которые в Африке живут. И знаете, меня, что в свое время поразило? Они самые ласковые животные в мире, одни из ласковых, и они очень в паре живут очень дружно, и там никогда не изменяют. — Это тоже памятник семье. — Это символ любви, который, в принципе, вы знаете... — Ну ты тоже говоришь, что памятник это символизирует. — Погодите, то есть животным эта любовь, она присуща. Видели, как они там вот нежно кладутся? — Я предлагала поставить памятник. И вот мы хотели там построить как раз у моста влюбленных, как символ, что, ребята, животным тоже любовь, она не чужда, и может быть, чему-то даже иногда, в том числе и родительству, у нас есть смысл поучиться у них. Но вот тогда там тоже был спорный вопрос и так далее. И вот по инициативе вот этого Ленина-18 я как бы подарил эту скульптуру. — Она на придомовой территории, получается, стоит. — На придомовой, но они проголосовали, да. — Особо проблем не было. — Да-да-да, поэтому инициатив-то ведь, пожалуйста, и не нужно было согласовывать это. — Инициатив-то, на самом деле, очень много вынеска. — Ну, смотрите, может быть, я только единственный внес бы корректировку. — Ну, да, я с вами согласен, что нужно остановить паблики, которые у нас к чему-то... — Они должны быть разнообразные. — Конечно. — Разнообразные. — У нас есть новые микрорайоны, в которых можно было бы подумать о таких новых памятниках. Мы говорим о историческом центре, и людям цены, когда в историческом центре появятся не какие-то странные, скажем, арт-объекты, которые пытаются заполнить это пространство, а как бы появятся такие памятники, которые будут соответствовать той духу эпохи, которые были в этом месте. И второй момент очень важный. И второй момент очень важный. Вот для нас эти памятники — это не только в прошлое. Это и настоящее для нас, и будущее. В том смысле, что мы как бы к этим людям, как к святым, как к примеру обращаемся и сейчас, и призываем как бы к тому, чтобы те, кто как бы участвует в этом деле, они видят, что для этого есть и будущее. То есть они не только были в прошлом. Поэтому, в принципе, одно другому не противоречит. Единственное, что, конечно, я с вами согласен, что во всех больших городах есть как бы некая комиссия, которая вместе включает общественников, вот таких инициативных меценатов и всех прочих. И они обсуждают эту концепцию, чтобы это было спланировано. Поэтому как раз, может быть, давайте предложим, чтобы в рамках юбилея города обсудить, как будет развиваться в город не только в плане расширения города, как бы строительства, но и в плане того, чтобы концептуально мы решили, что в исторической части мы будем делать исторические памятники, в новых микрорайонах мы будем делать арт-объекты. Это будет интересно, когда там есть летающие зайчики, люди под зонтиком. В исторической части для людей, которые к нам приезжают, до них немножко это странно видеть. То есть они спрашивают, а какие у вас были исторические личности, когда они приезжают в другие города, они видят в исторической части памятники отца, основателям этого города. То есть если говорить о самой древности, у нас Иван Третий. В некоторых городах соседних там поставили памятник, в том числе рядышком с Лениным. В городах стоят памятники людям, которые город просто прославлен. Да, да. Стоят памятники писателям, педагогам. Вот про это мы почему-то не говорим. Салтыкова учительного памятника у нас нет? Нет. Есть. Никита Юрьевич Белых установил небольшой бюст, который находится на Динамовском проезде около Александровского сада, и там висит табличка и бюст. Серьезно? Конечно. Правда? Вот я вижу как раз перспективу не за большими памятниками, а чтобы было больше таких именов. Нет, но вы там большие памятники. Тут же говорите, что у нас там Александр Первый поставится и так далее. Это планы, это планы. Мы как раз обсуждаем. Те люди, которые связаны в сознании людей с Вяткой, да, Академик Бакулев тоже, не знаю кто. Я, слушайте, а я бы даже ставила не настолько известным персонажем. Я бы ставила, ну правда же говорили, что нет ни одному вятскому купцу, нет памятника. Как так-то? Почему вот на набережной, например, не поставить Булучеву там уже, да? Ну вот мы сейчас обращаемся к сообществу, нашим гражданам, кировчанам. У кого-то может такая идея есть. Я бы еще поставил памятник Николаю Чудотворцу. То есть это тоже символ нашей вот православии именно русской. То есть связано и с морем, с пространством. И могли бы приходить моряки, например, на день ВМФ, потому что он... А некуда им приходить, потому что... Слушайте, ну... Море не откидывает, с сожалению. Сейчас нужен символ, извините, культура, она формируется. Она в том числе формируется. Я знаю, сейчас как раз пробиваю тему якорь поставить на месте бывшей. Да, я думала бы, скажите, выкопать море тему пробивает, порадовалась. Можно, кстати, памятник Николая Чудотворца там построить, где вот у нас было внизу сквер есть. Я поняла. Слушайте, у нас минута остается до конца эфира. У меня все-таки к вам вопрос вот какой. Вы сейчас вот здесь озвучили это намерение, да? А дальше какие-то шаги будут предприниматься? И если да, то в какие сроки? Ну, вы знаете, тут, знаете, спешка была, говорят, в двух случаях. Поэтому спешки не будет. Вопрос очень серьезный. Он связан, знаете, с верой, с духовностью. То есть мы не хотим, во-первых, чтобы вызвать бурю негодования в этом вопросе, да? То есть это, конечно, должны быть широкие обсуждения. Это, естественно, нормальный процесс. И мы далеки от того, что кто-то... 20 секунд. ...сто процентов это примет, вот этот вопрос, установку, условно говоря, вот этой группы, да, скульптурной, исторической. Но нам хотелось, чтобы они приняли это, сказали, да, это нам не нравится. Вы на гордуму этот вопрос на ближайшую там или на какие-то из ближайших будете выносить? Мы будем советоваться. Во-первых, сегодня это собственность епархии вятской. Я считаю, что нужно и с Владыкой встречаться, разговаривать вопрос, делать очень деликатно, культурно. Мы не хотим быть как с лонами посудной ласки. И только после этого уже там на городские светские власти. Итог просто, что нужно вернуть этот вопрос в общественное обсуждение. Я поняла, чтобы снова начать диалог. Как всегда время кончилось раньше, чем мысли. Благодарим наших гостей, отец Андрей Лебедев, Владимир Журавлев. Мы на этом первый час разворота закрываем, вернемся в культпоходе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова